Всем привет! Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю красивые, сочные и очень вкусные лодочки из фарша с сыром и перепелиными яйцами. Такое блюдо можно приготовить как на праздничный стол, так и в обычный день. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить! Для начала батон я разламываю на кусочки, заливаю его обычной водой комнатной температуры и оставляю приблизительно на 5-7 минут. В миску я нарезала лук, переложила чеснок, сюда же добавляю батон, только вот его нужно отжать от воды. Теперь все перебиваю погружным блендером в однородную массу. Для рецепта я использую смешанный фарш. У меня курица со свининой. К фаршу я добавляю полученную массу, добавляю приправу к мясу, соль, перец черный молотый и все хорошо перемешиваю. Фарш я перемешала и теперь его нужно хорошенько отбить. Фарш у меня готов. Он получился плотным, однородным. Фарш отправляю в холодильник на минут 15. Фарш я достала из холодильника, руки слегка смачиваю в воде. Беру небольшое количество фарша, приблизительно вот так вот на ладошке. И формирую длинненькую котлету. Вот такая у меня получилась котлетка. Котлеты я выкладываю на противень. Я его застелила пергаментной бумагой и дополнительно пергаментную бумагу я немножко смазала растительным маслом. Из котлет формируем лодочки, сделав углубление по центру. Музыка Лодочки из фарша отправляю в разогретую духовку до 200 градусов на 20-30 минут. А сейчас сыр натираю на мелкой терке. Музыка К натертому сыру добавляю нарезанную свежую петрушку и все перемешиваю. Музыка Лодочки я достала из духовки. Каждую лодочку наполняю сыром. Музыка В каждой лодочке по центру делаю углубление и вбиваю перепелиное яйцо. Музыка Яйца нужно немножко посолить и поперчить. Музыка Музыка Лодочки снова отправляю в духовку приблизительно на 10 минут. Музыка Лодочки из фарша с сыром и перепелиными яйцами готовы. Вы только посмотрите какая получилась красота. Как это аппетитно выглядит. Лодочки очень ароматные. Сейчас я вот одну разрежу. Они мягкие. Желточек жиденький получился. Сыр тягучий. Посмотрите как это замечательно выглядит в разрезе. Лодочки сочные, нежные и изумительно вкусные. А я надеюсь вам понравился рецепт приготовления блюда и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч.